Латинские выражения и японская мудрость. Проблемы международного права и истории успеха руководителей региона. Что-то среднее между лекцией, брифингом и неформальным общением. Сегодня студенты юридического факультета ЧГУ встретились с нынешним главой республики и ее первым президентом. Михаил Игнатьев и Николай Федоров почти два часа общались с молодежью. Надежда Андреева услышала, что сегодня волнует будущих юристов. На встречу с региональными лидерами пригласили лидеров студенческих. В зале только избранные. Победители олимпиад, конференций, конкурсов. В общем, активисты юрфака. Аудитория разделилась. Те, кто сидел с краю, слабо представляли, о чем будет идти речь. Нам вообще рассказали, что это сюрприз, что приедут очень, так сказать, высокопоставленные лица. Просто сделали нам какой-то сюрприз. Нужно послушать сначала, о чем будет речь. Вообще, наверное, там только возникнут вопросы. Ближе к микрофону сели те, кто готовился к встрече и даже придумал вопросы для важных гостей. Первая часть беседы была посвящена развитию молодежных движений. В своей предвыборной кампании вы говорили, что нужно поддерживать такие направления, как волонтерский центр, военно-спортивные игры и патриотические клубы. Вот я хотел бы узнать, какое именно направление, на ваш взгляд, нужно поддерживать прежде всего? Вопросы патриотизма, любовь к родине, любовь к родителям, к родной земле. Они, конечно, вышли в нашем обществе уже на первый план. Затем вопрос задали и Николаю Федорову. Студентку Светлану Охотникову интересовало. Какие идеи у него, как у сенатора, есть по развитию молодежной политики в стране и республике? Вице-спикер Совета Федерации ответил. Эффективнее, если предложения будут исходить от самой молодежи. А он готов помогать их реализовывать. Николай Федоров не удержался и поделился своей болью. В стране не хватает грамотных юристов. В советское время таких специалистов готовили всего 50 вузов. Сейчас около тысячи. Однако квалификация юристов оставляет желать лучшего. С этой проблемой сенатор остро столкнулся сейчас, когда начал курировать аналитическое и правовое управление в Верхней Палате Российского Парламента. И везде нужны десятки специалистов. Очень нужны. Кого-то можно поздорить, кого-то просто выздать можно. Я начал познакомиться с поручением руководителя. Но нет, я не знаю, кого набрать. Нам должны приходить люди обученные. Воспитанные и обученные. Поэтому давайте быстро, форсированно пройдите этот путь. И амбиции надо проявлять в практике ценностей, о которых я говорил. И добро пожаловать в том числе и к нам в Совет Федерации. Работа интересная, зарплата высокая. Впрочем, гости рассуждали не только о карьере молодежи и своей личной, но и о нравственных ценностях. Михаил Игнатьев рассказал, для чего он получал высшее образование и как оно повлияло на его мировоззрение. Николай Федоров вспомнил, как начинал обучение в УЗИ и с какими трудностями столкнулся. Встреча со студентами получилась неформальной, хотя и говорили на ней о серьезных вещах. Ответственности, гражданской активности и профессиональных навыках лидера. Одежда Андреева, Виктор Степанов, Вести Чепоксары.